Фасад дома был украшен, в общем, часть украшений сохранилась до сих пор, в том числе небольшие башенки на крыше. Интересно, что частично первый этаж со стороны фасада выложен гранитными блоками, обработанными. Эти гранитные блоки указывают на прямую связь этого дома с железной дорогой. Дело в том, что такие же блоки использовались при сооружении мостов железнодорожных и тоннелей. Ну и поскольку это фирма-строитель железной дороги, то, видимо, часть материалов использовала в своих коммерческих уже целях. Здание было построено в 1915 году и с тех пор вот уже 105 лет используется именно как жилой дом. Но на первом этаже находились, уже тогда, видимо, находились какие-то офисные помещения, торговые помещения. И, в общем, торговые помещения здесь существуют до настоящего времени, то есть здание не поменяло свой профиль. Включено в реестр памятников архитектуры города Барнаула. У барнаульцев оно получило неофициальное название «Небоскреб», потому что на момент постройки это был самый высокий жилой дом нашего города. Подавляющее большинство зданий были одно-, двухэтажными, трехэтажных было очень мало, а пятиэтажного не было ни одного. В это же время начали строиться довольно высокие промышленные сооружения на окраинах. Но, опять же, это не жилые дома. И небоскребом, то есть такой высшей точкой здесь, в старой части города, это здание оставалось и в 20-е, 30-е и даже в 40-е годы. Старожилы вспоминают, что даже после Великой Отечественной войны архитектурными доминантами в старой части города были Покровский собор, который избежал разрушения в 30-е годы. Вот этот дом-небоскреб и элеватор, который был построен тоже в 30-е годы. То есть вот даже в сравнении с более поздними постройками это здание выглядело внушительно. Ну, понятно, потом в 50-е годы были построены более высокие здания в 50-е, 60-е годы. Это единственный пример крупного каменного, как тогда говорили, то есть выставленного из кирпича, доходного дома начала 20-го века, сохранившегося в нашем городе.